В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Новосибирский сноуборд-парк «Горский» – один из лучших и комфортных в стране, ведь тренироваться там можно круглый год, даже в 30-градусную жару. На склоне есть специальная летняя трасса и наклонная воздушная подушка, потому сюда уже не первый год на сборы приезжают сноубордисты национальной команды. Специально оборудованный трамплин с трассой из пластиковых ворсинок и самая большая подушка в России помогают сноубордистам изучать новые трюки и чувствовать себя почти в привычных условиях. А грязь, как и жара, не пугают спортсменов. Подушка еще, так как сегодня первый день, она не до конца мокрая, сухая, и из-за этого немного пачкаемся. Но это ничего страшного, без этого никак. Расположение трассы очень выгодное. Рядом находится станция метро, а также все необходимые магазины. Плюс для удобства спортсменов, как и зимой, работает бугельный подъемник. Вверх едут по сухой пластиковой дорожке, а вот при спуске с трамплина без воды никак. Именно благодаря этим маленьким дождевателям и создается эффект снега, который так необходим спортсменам для оттачивания своих трюков летом. Сейчас сноубордисты ставят новые трюки, чтобы быть готовыми к началу зимнего сезона. И на снегу только отточить их до совершенства. Еще неизвестно допустим для российских спортсменов на ближайшую Олимпиаду в 2026 году. Но тренеры уверены, что к ней нужно готовиться. У нас есть план подготовки до следующей Олимпиады. И каждый год мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть увеличиваем количество вращений, амплитуду. И, соответственно, по джибингу тоже заходы и сходы с вращениями потихоньку увеличивается, скажем так, градус и планка вот этих вот вращений, скольжений. Первый сбор национальной команды в Новосибирске продлится 20 дней. Затем лучшие сноубордисты России вернутся на Горске в середине августа и сентябре. В предстоящем сезоне не только Сибирь и сибирские снайперы переезжают на новую арену. У юных хоккеистов в спортивной школе Сибирь появится больше времени для тренировок на льду. Теперь они будут тренироваться и играть в старом ЛДС, который к началу прошлого сезона пережил капитальный ремонт. Основная ставка здесь будет сделана на нашу школу. Все-таки огромное количество возрастов. Большое количество ребятишек, 300 человек обучающихся в рамках спортивной подготовки. Я считаю, это очень хороший посыл для дальнейшего и динамичного развития детского хоккея на территории Новосибирской области непосредственно в городе Новосибирске. Также расширится интернат хоккейной школы. Под его нужды переоборудуют гостиницу в здании ЛДС Сибирь, которая ранее использовалась взрослой командой. Такой ход позволит талантливым мальчишкам из разных районов области переезжать в город и тренироваться в лучшей спортшколе Сибирского федерального округа. Кроме того, в новом году планируют открыть в школе Сибирь отделение для девочек. Руководить спортивной школой теперь будет Лев Крутохвостов. В прошлом хороший игрок, который выступал за Сибирь в начале 2000-х. А после долго и успешно руководил детской юношеской хоккейной школой Коченевского района. Он представил коллективу свою концепцию развития и предложил некоторые изменения в плане подготовки юных игроков. Например, более пристальный контроль за каждым хоккеистом со стороны врачей и повышение динамичности тренировок. Делать им хор будем на индивидуальное развитие игрока. То есть мы видим, если ребенок способен, если у него все получается, если у него есть желание. То есть да, вот как раз тренеры по физподготовке, тренеры на льду, вплоть до индивидуальной программы будет составляться. Теперь об адаптивном спорте. Новосибирские волейболисты-пляжники завоевали серебро на чемпионате страны. В поселке Витязево рядом с Анапой прошел чемпионат России для людей с нарушением слуха. В мужском турнире наш регион представляли две пары. Синельников-Шуваев и Комаров-Романцов. До педестала почета добралась лишь одна из них. Синельников и Шуваев в финале уступили соперникам из Москвы. Серебро завоевала и женская пара Шевлякова-Лавриненко. Сразу после чемпионата новосибирцы отправились на сборы для подготовки к летним играм сурдолимпийцев «Мы вместе спорт». На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok